А ещё один миф, скажи, это правда или нет. Если молодой человек встречается с русской девушкой, у него романтические отношения, он должен будет дарить русской или украинской девушке подарки, платить в ресторане. В общем, это правда или нет? Ну, я думаю, что вот насчёт подарков, здесь всё очень индивидуально, да. Например, у нас принято дарить подарки на какие-то праздники. Ну, то есть это либо общие праздники, Новый год, 8 марта, 14 февраля, либо личные праздники, например, на день рождения или какие-то годовщины, да, там годовщина отношений, годовщина свадьбы. Тогда да. В остальном, мне кажется, более важно просто уделять какое-то внимание, да, проводить вместе время, куда-то выходить, и этого будет достаточно. Отлично. Насчёт ресторана у нас действительно принято, что если это свидание, если это романтические отношения, то платит мужчина, но тоже это зависит и от девушки, и от каждой конкретной ситуации, поэтому сложно сказать однозначно. Так, да, потому что бывают такие, я видела лет 10 назад в России, может быть, это изменилось, такие ситуации, когда молодой человек, например, студент, девушка уже там работает в банке, получает хорошую зарплату, и всё равно он платит, и я это видела, я видела, что это не просто для молодых людей. Ну, конечно, да. Когда мы были студентами, мы всё делили вообще, у кого сколько есть, тот столько заплатил, вот там только так было. Так, а если ещё говорить об отношениях, тоже есть миф или не миф, что русскоязычная девушка сразу хочет быстро серьёзных отношений. То есть, там, не 10 лет встречаться, а сразу замуж. А сразу, если можно, там, жениться, ну, чтобы всё официально, и что есть даже такая идея, что если не женится он, то не любит, вот, что ты скажешь. Ну, знаешь, мне кажется, это немножечко тоже уходит в прошлое, потому что, да, раньше наши мамы выходили замуж, там, в 20 лет, в 18 лет, и к 25 у них уже было трое детей, вот, и это было нормально. То сейчас возраст вступления в брак уже намного выше, я бы сказала, что всё больше девушек выходит после 25, да, детей вообще рожают, там, после 30 лет, есть такая тенденция. И, как сказать, ну, мне кажется, это не так, да, то есть, не все стремятся сразу замуж сейчас, у нас жизнь полна разными и развлечениями, и разными хобби, и семья, это карьера, и в том числе, да, абсолютно верно, поэтому не все спешат начинать семью очень рано. Так, хорошо, спасибо. А как насчёт, вот, зарплаты, то, что мы получаем деньги, да, в России, может быть, в Украине тоже, я думаю, есть такая идея, что мужчина должен больше зарабатывать, иначе это какие-то странные отношения, он подкаблучник, и разные бывают ситуации. Мой пример, мы уже вместе с моим мужем 12 лет, и у нас были разные периоды, иногда у него не было много денег, иногда у меня, и, ну, мне вначале было трудно, как русской девушке, потому что очень странно, когда могу поехать в отпуск, а он нет. Ну, в итоге я очень рада, что мы вместе, но были трудные моменты из-за этого. Справились в итоге с этим. Справились, да, это было отношения более сильными. Вот, а что ты можешь об этом сказать? Ну, мне кажется, да, конечно, такой стереотип у нас есть, и вот, к сожалению, многие женщины действительно так думают, я с этим не согласна. У нас, как и у тебя, вот, были похожие ситуации, кто-то зарабатывал больше, потом это менялось, я считаю, это абсолютно нормально, у нас вообще общий бюджет, мы не делим, это твоё, это моё. Ну, вот, мне кажется, как раз это проблема, потому что такой стереотип, он влияет на работодателей, да, и, соответственно, они считают, что они могут платить женщине меньше, чем мужчине. Сейчас этого уже меньше, но, тем не менее, это присутствует, и это большая такая социальная проблема. То, что они думают, что, ну, у мужчины же есть семья, дети, понятно, а женщина зарабатывает для себя. Для себя, да, на салон и на маникюры, больше не на что. Хорошо. Ещё один стереотип, что наши русскоязычные девушки, женщины, все мечтают переехать за границу, замуж, и когда я только приехала во Францию 15 лет назад, когда мужчина встречался с русской девушкой, с украинской, сразу его друзья думали, что, а, наверное, она хочет переехать или остаться, или что-то получить от него. И потом они были удивлены, что у неё там в Москве две квартиры и машина. Что ты об этом скажешь? Ну, мне кажется, конечно, такие девушки есть, но они, мне кажется, есть везде. В любой стране, особенно в какой-то не самой богатой стране или девушки не из богатой семьи, они могут так думать и хотеть переехать, но это не повсеместно. То есть это не для всех. Очень многие девушки сейчас, наоборот, хотят оставаться в своей стране, делать что-то для этой страны, развивать её и быть счастливой там, где ты родилась, где ты хочешь жить. Поэтому, мне кажется, это миф. Тем более, если мы хотим общаться с иностранцами, теперь есть интернет. Да, это вообще не проблема. Хорошо, спасибо. А ещё тоже такая идея есть, что если уже мужчина в паре с русской девушкой или жена, то там будет фигура тёщи. Тёща – это мама жены, и что она будет важным человеком в паре, ей нужно будет помогать. Я знаю много семей, которые отправляют деньги, и в Украину помогают тёщи, что она может приехать на три месяца, если в Европе максимум виза три месяца, и очень часто тёща приезжает на три месяца. Здравствуйте, тёща, спасибо, что приехали. А когда уезжаете? Вот, и правда ли это, что когда мужчина женится на девушке из стран СНГ, он женится в реальности на двух женщинах? Шикарно звучит. На самом деле, да, о тёщах очень много анекдотов, и действительно таких ситуаций много. Всегда у нас мамы, я бы сказала, не только девушек, очень сильно стараются держать какой-то контакт с молодой семьёй. Они очень часто стараются помогать, даже когда это не нужно иногда, и многих это раздражает. Мне кажется, здесь просто нужно правильно уметь построить границы, да, то есть показать, что вот здесь да, здесь нет. Вот, потому что всё-таки семья – это семья, да, и это личное дело каждого. Но в плане того, что мы помогаем родителям, я считаю, что это правильно, причём не только тёщи, конечно, но и свекрови, да, то есть родителям и жены, и мужа. Если у пары есть возможность помочь, да, материально или как-либо ещё, то это очень хорошо, и это нужно делать, потому что всё-таки это наши родители, они сделали для нас очень много, как минимум, да. Они подарили нам жизнь, подарили нам то, что у нас есть, и мы должны это вернуть. А сколько раз в неделю ты говоришь с родителями? Я разговариваю с мамой каждый день у нас. Каждый день? Мама, да, обязательно, мы иногда даже созваниваемся утром-вечером, просто сказать друг другу, там, доброе утро, пожелать хорошего дня, вот, ну и встречаемся, наверное, раз в неделю, в две недели, где-то так. То есть, да, но это не только для девушек, не только для Украины, мне кажется, да, в России, в Украине семья – это важная. Да. Хорошо, большое-большое спасибо, Ника. Дорогие зрители, слушатели, вы видите, что есть часть этих стереотипов, это правда, но тоже и в Украине, и в России общество меняется, да, развивается, и, мне кажется, мы все всё лучше и лучше друг друга понимаем. Да, глобализация происходит. Большое спасибо, Ника, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, на канал Ники, на её Инстаграм, и до скорого, пока-пока. Спасибо большое, Таня, всем спасибо за внимание, пока-пока. Пока-пока.